Всем привет! Цихлида фламинго является рыбкой из отряда окунеобразных семейства цихловых, родом из Центральной Америки и Африки. Многие аквариумисты до сих пор не знают точно истинное происхождение рыбки, поскольку не выяснен факт того, приходится ли эта цихлозома альбиносной родственницей чернополосой цихлозоми, селекционной формой, либо результатом генной мутации. В любом случае, розовый фламинго признан одной из самых непривередливых цихлид с мирным характером, отличающимся легким содержанием в аквариуме и бесконфликтностью. Цихлида фламинго считается одной из самых маленьких представительниц цихловых, достигающей до 15 см в длину. Своим названием эта цихлозома обязана интересному оттенку тела, который может варьироваться от бледного до интенсивного розового цвета. Существует версия, что розовый фламинго является селекционной формой от чернополосой цихлозомы и еще не сформировавшимся видом. Самцы отличаются более крупными размерами, мощной лобной частью и наличием анальных бугорков, появляющихся в период нереста. У самцов острый гоноподий, а у самки усеченный. Расцветка самок немного насыщенней, с блестящими пятнами по бокам, но их размеры меньше. Эта цихлозома довольно проста в содержании и подходит даже для аквариумистов-новичков. Для этого понадобится емкость от 100 литров, где на дно укладывается некрупная галька или мелкий гравий. Не стоит засыпать дно песком, так как эта цихлозома перекопает его и замутит воду. Рыбки предпочитают большую часть времени проводить в укрытиях в виде пещер и гротов, где потом будут откладывать свое потомство. Поэтому рекомендуется установить различные декорации, горшки, камни и коряги в качестве убежищ. Растения подойдут плавающие и быстрорастущие, поскольку рыбка любит подкапывать корни живых растений или обгрызать их. Можно также выбирать мощные растения с развитыми корнями или посаженные в горшки. В аквариуме нужно обязательно установить аэрацию и качественную фильтрацию с температурой 25 градусов жесткостью до 20, кислотностью 7. С освещением также нет особых проблем, главное, чтобы не было очень темно и аквариум не стоял под ярким солнечным светом. Каждую неделю необходимо подменять треть объема воды. В природных условиях рыбки едят мелких насекомых, ракообразных и водоросли. Аквариумные фламинго могут питаться как живым кормом в виде мотыля, трубочника, дождевого червя, так и распаренными овсяными хлопьями, мелкой крупой, морепродуктами, а также замороженными кормами. Не следует забывать о растительной пище в рационе рыб и витаминных добавках. После достижения 10 месяцев жизни цихлиды фламинго готовы к размножению. В этот период можно определить пол рыбки по окрасу и размерам. Период размножения обычно приходится на время с мая по сентябрь, когда самка может отложить икру несколько раз. Для наилучшего разведения рекомендуется отсадить производителей в отдельный аквариум, где температуру повышают на 2 градуса. Окрас рыбок приобретает более насыщенные цвета. Самцы привлекают к себе внимание самок, активно кружась перед ними. Самка способна откладывать до 300 икринок, после чего самец их оплодотворяет. Самцы становятся агрессивными и рьяно охраняют территорию с икрой от чужаков, могут кидаться на сачок и даже убить нежеланных соседей. Подрастающих мальков лучше отсаживать от родителей, чтобы они не стали их едой. Для молодняка выбирают мелкий аквариум. На третий день малышей можно подкармливать специальными кормами, инфузорией и размоченным геркулесом. Аквариумные фламинго спокойны по характеру, могут уживаться со многими видами рыбок схожих размеров. Несмотря на мирный нрав, цихлозома фламинго все же может проявлять некоторую агрессию, особенно в период нереста. Кроме того, к ним не стоит подсаживать мелких соседей, которых они могут съесть. Всем спасибо за просмотр. Субтитры подогнал «Симон»!